Надеюсь, вы уже точно начали, не тестовая попытка. Я тогда начну рассказ свой про итоги года 2021 в Рексисе, но начну не только с итогов года, так как этой рубрики давно не было на дата-елоке, то немножко вкратце поговорим про рекомендательные системы, про какие-то основные моменты и аспекты в них. Ну, может быть, будет кому-то интересно, кто раньше с этим не сталкивался, даже если таких людей немного. Вначале немножко расскажу о себе. Сейчас я руковожу рекомендательными системами в BigData MTS. Там мы строим различные рекомендательные системы для любых сервисов MTS. Тикетленд, Афиша, Музыка, Библиотека, Кион совместно с коллегами из Киона. Также двигаемся в сторону платформы и пытаемся делать какие-то платформенные решения. Немножко веду семинары в ШАДе и Высшей школе экономики. Все связано около E-mail и около рекомендательных систем. До этого был ведущим дата-сайентистом в Тинькофф-банке, поработал дата-сайентистом в Сбере, тоже в персонализации. И по образованию закончил в МК МГУ по специальности преподаваемая математика и информатика. Давайте, когда приступим к рекомендательным системам, вначале краткое интро про рекомендашки. Вначале хочется сказать, что сейчас уже везде используются рекомендательные системы, и в принципе это понятно людям, которые не из IT-индустрии. Самые классические примеры – это фильмы. Тут я привел главного конкурента всем российским компаниям – это Netflix. Это социальные сети, ранжирование ленты, ранжирование друзей, подбор различных взаимодействий. Также классическая задача – это ранжирование баннеров на каком-либо сайте, мобильном приложении, чем угодно. Также сейчас мы все больше потребляем информацию из различных сервисов. И это аудио, книги, книги, музыка, что угодно. Ну и тоже давнее классическое применение рекомендательных систем задачи интернет-магазинов. Ну это самый гигант в этом – это Amazon. Если говорить про то очень-очень вкратце, что проследствия рекомендашки и из чего они устроены, какие там самые-самые базовые подходы, то на всякий случай напомню. Первый вариант – это коллаборативная фильтрация, которой уже миллион лет. В ней существует два класса подходов. Первый – это memory-based подход. Когда мы ставили матричку, как пользователи лайкали, дизлайкали товары, покупали, не покупали, например. Или смотрели фильмы, тут по товарам может подразумеваться что угодно. Слушали музыку, ну и, естественно, по пользователям собрали информацию, кто что именно слушал. И дальше мы хотим, используя всю информацию об этом огромном векторе взаимодействия пользователя со всеми возможными товарами, искать похожих на него пользователей. Либо искать те товары, которые криклись похожими пользователями, то есть похожие товары. Все это делается как бы из предположения о том, что скажи, что покупали похожие на тебя люди, и, значит, я скажу, что купишь ты. Подход, который более интересный – это model-based подход, когда мы пытаемся матрицу взаимодействий все-таки разложить на две или три матрицы, чтобы получить вектора пользователей, вектора товаров. Зачем? Ну, во-первых, ситуация, когда мы используем подход memory-based, нам нужно хранить в памяти где-то эту огромную матрицу, нам нужно быстро выдавать рекомендации и учитывать быстрые фидбэки от пользователей. И если мы идем в интернет-магазины типа Амазона, то это может все довольно очень долго работать. Соответственно, если мы делаем разложение матрицы, то мы получаем низкоразмерные вектора пользователей, вектора айтемов, и можем делать быстрый поиск. Если у нас айтемов не очень много, если много, то можем использовать аппроксимирующие индексы для поиска. И сейчас уже очень-очень-очень много разных вариаций матричного разложения, но суть остается примерно такой. Также второй тип моделей – это контентные модели, когда мы не используем напрямую взаимодействие, мы используем признаки пользователя, признаки товара, и предсказываем, все объединяем, и предсказываем некоторую целевую переменную, например, купит ли пользователь в интернет-магазине футболку, если он купил колу или не купит. Естественно, сводим задачу рекомендательных систем в классическую задачу обычной бинарной классификации, но это подходит для холодных пользователей, когда по ним мы еще не знаем взаимодействия, но также, если мы хотим строить какую-то реал-тайм продакшн-систему, то для скорости мы в эту модель можем также подать и скорые эмбэддинги коллаборативных моделей и, естественно, сделать предсказания по всем признакам пользователя товара каких-то скоров из моделей прошлого уровня и свести, по сути, эту задачу в Point-Wise-задачи. Самый популярный подход, который используют, это гибридные модели, классическая – это двухуровневая модель, про нее был отдельный отличный заклад на индекс.зене из Авито в этом году, можно будет ознакомиться. Здесь мы используем модель первого уровня для отбора кандидатов, то есть чтобы она нам из, например, миллионного контента отбирала рассудки какие-то 10-20 тысяч айтемов, которые могут понравиться пользователю, хоть как-то находятся в области его интересов. Естественно, потом она передает ранки эмбэддинги в модели второго уровня, также туда идут взаимные признаки, признаки айтема юзера. Мы собираем выборку для бустинга. Например, мы обучаем его… Тут очень важно понимать, что нужно правильно собрать целевую переменную. Например, мы можем обучать его… Единичка у нас будет, что пользователь увидел баннер, рекламу или видео, или кликнул на него, но не посмотрел. Это будет нолик, а единичка, что он кликнул и посмотрел. Ну, тут, почему-то, очень много разных вариаций. Либо для того, чтобы использовать и признаки, и взаимодействие одновременно, пытаются свести к матричному представлению признаков. Основная самая популярная, но довольно давняя реализация – это LightFM. Также используют DSSM, другие различные нейросетевые подходы, чтобы учесть и признаки взаимодействия одновременно. Но нужно понимать, что рекомендательные системы, они в первую очередь… Это, конечно, модели, метрики, оценка качества и так далее, но очень сложной задачей является инженерной построить настоящую продакшн-систему, когда мы хотим, чтобы, например, на клик в Фейсбуке у вас сразу обновилась лента. То есть мы как-то в реал-тайме учитывали бы ваш фидбэк, но при этом, если мы работаем с видеоконтентом, то непонятно, насколько нужно так часто иметь ленту. Это уже около нейрлайновой системы. И вот, как пример, у Netflix давно была картинка про то, как у них устроен прод, и система может, в принципе, быть настолько инженерно сложной, что есть аж три прода, у каждой прод взаимодействуют друг с другом, и построить такую систему часто является значительно сложнее, чем обучить правильную рекомендательную модель. Давайте перейдем как раз к большим уже трендам и тому, что было в этом году. Начнем с обучающих курсов. В этом году мы записали курс «Как построить продвинутую рекомендательную систему». Этот курс является естественным предложением курса, который был прошлой осенью «Как построить первую рекомендательную систему». Ну, мы надеялись, что мы все научились строить первую рекомендательную систему с нуля, и теперь будем строить более продвинутую. Там мы поговорили больше про то, как нам выстраивать продакшн-систему, как нам… Да, там в стране немножко звук включен. В YoSack AntriXis мы поговорили про то, как выстраивать продакшн-системы, как связывать оффлайн-метрики и онлайн-метрики, что является достаточно сложной задачей, как вообще нам сейчас тенденция к тому, чтобы пытаться в оффлайне максимально оптимизировать и приближать какую-то онлайн-метрику, что в рекомендательных системах является достаточно сложной задачей, потому что мы не можем предсказать напрямую психологическое поведение пользователя. Кому-то нравится то, что если ему порекомендуют что-то такое из того, что он уже смотрел, кого-то может это смутить. Например, он посмотрел какой-то не очень фильм, например, какой-нибудь русский сериал, ему они нравятся, но он хочет какой-то более интеллектуальный контент, и, естественно, рекомендательная система, если даже будет предсказывать ему то, что ему понравится, не факт, что он на это будет кликать. То есть пользователи все разные, и поэтому оптимизировать напрямую онлайн-метрики простыми престижными реколами и так далее – достаточно сложная задача. Поэтому сейчас в индустрии тенденция на моделирование онлайн-метрик по оффлайн-метрикам. Также есть специализация, единственная по рекомендательным системам на Курсере, можно тоже будет ее посмотреть. Из полезных книг в 2021-2022 году в начале выходит третье издание классической книжки Recommender System Handbooks. Обещает много нового и интересного. Также приведу последних двух лет, наверное, пару книжек – это про практические рекомендательные системы и про построение рекомендательных систем, тоже про практическое применение. Про соревнования. Какие были соревнования в этом году? По рекомендательным системам соревнований обычно не так много. В этом году было соревнование классическое Rexis Challenge 2021. Снова были твиттеры. Нужно было, естественно, построить рекомендательную систему для твиттера. Также похожая задача была на КГЛе по отзывам с Амазона. Также была интересная задача от Букинга. В ней даже удалось достичь нашим соотечественным хороших результатов и написать об этом хорошую статью. Также мы спустили обучающее соревнование от KION. Если говорить про статьи, их было очень много, невероятное количество. Я посмотрел те, которые мне по субъективному взгляду не понравились. Полный разбор самых интересных статей с Rexis 2021 сделали коллеги из ВК «Одноклассников». Очень хороший разбор, всем рекомендую прочитать. Первые три статьи как раз оттуда. Те статьи, которые хотелось бы выделить мне, это продолжающийся тренд на объяснимые рекомендации. Мы пытаемся как-то объяснить, почему тебе порекомендовались именно те товары. Но это не так сложно, если мы тебе рекомендуем что-то, что ты уже покупал, но это сложнее, если мы рекомендуем тебе что-то новое. Например, ты смотрел комедии и драмы, а мы тебе начинаем рекомендовать триллеры. И, в принципе, хотелось бы понять, почему. И вот можно посчитать об этом подходе. Также, вот как я говорил, сейчас все больше задумываются о том, как нам смоделировать онлайн-метрики по оффлайн-метрикам и строить различные интерактивные системы для симуляции поведения пользователя на сайте, в приложении, где угодно. Эта задача не новая, но понравилась статья. Там они предложили свой подход к этому, достаточно интересный. Также пытаются бороться с какими-то объем-метриками, продолжают бороться. Это увеличение разнообразия и ухода с контентного пузыря, как было рассказано в этой статье, достаточно интересной. Там была сегментация пользователей и предположение, что для каждого пользователя на самом деле интересней та или иная метрика. Также очень понравилась статья про оценку чистого эффекта рекомендаций на пользователя. Ну, то есть понятно, что мы часто рекомендуем то, что человек бы и так без нас купил. Показаны подходы, как, в принципе, можно попробовать сделать такое разложение, которое бы учитывало этот факт, что мы хотим порекомендовать именно те товары, которые пользователь без рекомендационной ленты бы не купил. Так, прошу прощения, кто-то ломится здесь второй раз. Сейчас еще буквально пару минут. Давайте я ворвусь. Всем привет, это Петя Ермаков. Да, я тут немножечко подстрахую Эльдара, если что. Я знаю, что... Спасибо большое. Мне второй раз ворваться. Я второй раз отбился. Слышно все, да? Алло. Алло. Смотри. Ну, окей, вроде все нормально. Да. И еще одна статья, это про кросс-доменные рекомендации. Еще один подход про то, как делать кросс-рекомендации. Про основные подходы я рассказывал в мае тоже на DataFest. Что такое кросс-доменные рекомендации? Это когда мы хотим порекомендовать... У нас, например, мы богаты, у нас есть два приложения, и музыка, и фильмы, и мы хотим порекомендовать песню к фильму или фильм к песне. Ну, также к этой задаче сводится еще и рекомендация фильмов к сериалам. Если на том же Netflix рассматривать разные домены, не один домен, это фильмы, другие сериалы, ну и так далее. И про кросс-доменные рекомендации. Вот еще одна статья, которая понравилась. Expanding the relationship for cross-domain recommendation. Можно тоже ее изучить. Также все чаще задумываются про стабильность рекомендаций. То есть достаточно странно, если у меня рекомендационная лента меняется каждый день, при том, что я совершаю не так много действий. И меняется кардинально. И вот один из сильных математических подходов Евгений Фролов с авторами рассказывает вот в статье Dynamic Modeling of User Preference for Stable Recommendations. Давайте теперь перейдем, пойдем дальше. Это было слайд про исследование. Также сейчас большой тренд на то, чтобы сделать рекомендательные системы как сервис. Есть уже много успешных компаний, которые это делают. И Retail Rocket, если говорить в России. Но Amazon пошел дальше и сделал не компанию, а доступный для всех сервис в своей инфраструктуре. Это Amazon Personalize, где есть все компоненты. От входных данных до Real-Time Feature Store. Достаточно, наверное, они занимают лидирующее место в вопросе Ruxyset Service. Но помимо платформ, также появляются различные фреймворки, которые пытаются шаблонизировать и универсализировать подходы к рекомендательным системам. То есть сделать какие-то аналоги с iKit Learn, чтобы кто угодно за маленькое краткое время мог построить любые бенчмарки. И есть коллеги из Alliota, которые это пытались сделать. Microsoft и Recommenders. Они сделали его давно, но в этом году он сильно обновился. И это NVIDIA. И эти библиотеки, они open source. Их можно использовать, тестировать, экспериментировать. И заключая, в заключении, если обобщать, то какие тренды у нас выделяются. Это объяснимые рекомендации. То есть объяснимость моделей для бизнеса, в том числе в рекомендательных системах. Это сейчас один из трендов. Также продолжающийся тренд воспроизведения результатов статей и способов их сравнения. Например, даже была статья от наших соотечественников на Рексисе от Сбера про то, что на самом деле сравнивать различные метрики в разных статьях не совсем корректно это делают. И результаты не всегда такие, как они есть на самом деле. Также много работают с продом, с тем, что оценивают именно онлайн-метрики, не только оффлайн-метрики. Задумываются над стабильностью рекомендаций во времени. Также сейчас все еще больше стало применяться и Рей для учета лунг-терм эффекта. Но об этом, наверное, рассказал или расскажет Серега Клистиков лучше. Также набирают обороты, пока больше в статьях, меньше в каких-то реальных задачах и системах, графовые сети и трансформеры. И опять из-за сложностей с продакшеном набирают обороты фреймворки, их становится больше, платформы, чтобы можно было быстро и удобно построить пайплайн-рекомендательных систем. Ну и всячески пытаемся метрики качества, которые максимально приближены к бизнесу, их как-то соптимизировать, предсказать, аппроксимировать оффлайн-метриками. Наверное, на этом у меня все. Продолжение следует.